МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире программа Случай из практики и я, Екатерина Борж. По сложившейся традиции, тему нашей программы определил телезритель. Вопрос пришел на электронную почту нашей программы Случайсобака.ртк.ру У друзей на свадьбе видела выступление фаерщиков. Завораживающее зрелище. Интересно, где они этому учатся? И как им удается выступать без ожогов? Для кого-то огонь – это профессия, точнее, борьба с ним. А кто-то играет с огнем так, что это становится настоящим шоу. Как обозвладать огонь, не обжигаясь, нам расскажет Евгений Игнатов. Евгений, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. И как все-таки правильно вас называть, так чтобы это не было ни оскорблением, ни каким-то прозвищем? Ну, наверное, просто фаерщики. То есть то название, которое на форумах дается, это нормальное название, да? Да, это, в принципе, вполне нормальное название для нас. Но все-таки вы член коллектива, вы не один выступаете. Как называется ваш коллектив? Наш коллектив называется Firefly. Очень долго шли к этому названию. Красивое название, на самом деле. То есть оно требовало усилий, чтобы придумывалось? Ну да, был составлен огромный список. И все наверняка связано с огнем. Да. Так, чтобы сразу было понятно, да, чем вы занимаетесь? Ну, многие команды, на самом деле, выбирают название вообще с огнем не связанное. Но у нас получилось так, что в нашем названии есть слово про огонь, чтобы было ясно, чем мы занимаемся. Дорогие телезрители, телефон прямого эфира прежний 516767. Звоните или пишите к нам на ICQ. Как вы считаете, стоит ли увлекаться таким наверняка опасным делом? И видели ли вы огненные выступления? Можно ли считать это искусством? И нужно ли рисковать своим здоровьем, опять-таки, ради таких выступлений? Звоните, подключайтесь к нашей беседе. Видели вы или не видели? Может, у вас какие-то вопросы есть к участнику коллектива? Позвоните, мы очень ждем. И, конечно, пишите на ICQ. Есть уже, вот немножечко раньше, до эфира я задала тему эфира. Знают пользователи интернета, о чем мы сегодня будем разговаривать. Немножечко раньше, чем наши телезрители узнали. Озвучу первый вопрос сразу. Добрый день, меня зовут Евгения, тезка. Так здорово, что вы подняли такую тему. Первый раз я увидела фаер-шоу лет 10 назад на набережной в Крыму. Москвичи выступали, это было круто. Я очень много фотографий тогда сделала и показывала потом своим друзьям в Сыктывкаре. Рада, что у нас появилось нечто подобное. И хотела узнать, а проводятся какие-то соревнования среди фаер-шиков? Сначала первый под вопрос, скажем так, появилось нечто подобное. Когда вы образовались? Вот когда появились такие выступления? Образование команды произошло приблизительно... Это члены как раз-таки вашей команды, да? Да, да, да. Это члены нашей команды. Сколько у вас человек? Приблизительно нас 20 человек. Из них 5 новичков и 15 человек, которые... То есть у вас огромная команда, да? Да, в принципе, в команде много людей. И все, практически все упорно занимаются, тренируются, оттачивают навыки, новые элементы. И все-таки когда образовались? Образовались мы в 2007-2008 году. Но официальное название команды появилось у нас в 2009-м, 23-го мая. Это было выступление. Датой вашего рождения является выступление все-таки, да? Да. Довольно крупный такой, как бы-то сказать... Большой площадки какой-то очень выступали. Просто было очень крупное мероприятие, которое называется «Ночь музеев». Наверняка все телезрители слышали об этом, да? Может быть, как раз-таки кто-то из телезрителей не видел вас? Потому что это довольно массивное мероприятие, и я думаю, многие слышали об этом. Нас спросили, как вас объявить, и мы в «Спехе» определились с названием. В «Спехе» набросали список из огромного количества вариантов? Да. И, собственно, выбрали один из наилучших и попросили нас объявить именно так. И с этого момента и пошло название «Файрфлай». Но все-таки вы же наверняка... Вот в 2009-м году вы впервые выступили, но увлечение-то появилось гораздо раньше наверняка. Увлечение появилось гораздо раньше, да, но изначально люди видели ролики в интернете, всякие фотографии и прочую информацию про файр-шоу. Вначале начали люди заниматься отдельно по одиночке, ну или максимум по 2-3 человека. Вот. А потом, где-то ближе к 2008-му году, вот, люди начали находить друг друга в нашем городе. И, собственно, собрался коллектив небольшой. То есть, а как вы ходили, видели ролики? Ну, понятно, тот, кто специально ищет, он всегда найдет. А вы случайно на это вышли? Или все-таки, ну, кто-то же вас этим увлечением заразил наверняка? Да, да, меня заразили мои друзья, потому что вот мои друзья этим занялись. И как таковой я начал учиться этому, конечно, немножко неординарно, потому что я начал учиться этому вообще не в городе и вообще не здесь. Я был на данный момент в армии и начал этому заниматься в армии. То есть у вас в армии было свободное время? В армии, ну, вечером, когда никого не было, как бы, я начал тренироваться, там оттачивать навыки свои. Ну, и, собственно, приехал сюда уже с армией готовым человеком к выступлениям. Я приехал домой 27 ноября 2010 года, 2011, точнее. И 4 декабря 2011 года я уже выступал. Вы говорите, что у вас практически 20 человек в составе, 5 из них новичков. То есть получается у вас нестабильный коллектив? То есть вы пополняетесь, пополняетесь? Ну, в принципе, у нас коллектив стабильный. Вот эти вот 15 человек, они в группе, в принципе, всегда редко кто уходит. И как таково у нас коллектив держится постоянно. Новенькие приходят. Не сказал, чтобы часто, а просто это зависит от терпения, потому что это очень сложно. Ну, этому действительно очень сложно учиться, потому что некоторые элементы бывают, учишь и по полгода, и по году, и так и не можешь их выучить. А как? Почему, если там опытные люди, например? Почему такие сложности возникают? Ну, потому что в каждом элементе очень много своих акцентов. Там и надо и плоскость держать, и... Хочу обратить внимание на экран. Как раз-таки это одно из выступлений, так? Да, это выступает Константин Тиханович. Скажем так, ваш коллега по... Да, коллега по... Группе. А что это? Как называется номер? Есть название у каждого номера? Название... Ну, в принципе, у каждого номера как бы названия нет. Есть у некоторых отдельных массивных номеров. Вот, допустим, таких, как «Мы бандиты». Он... Это очень большой номер. Стилизованный как-то, да? Да, да. Он идет 12,5 минут. Вот. Это очень массивный номер, где используется очень много реквизита. Это используется как огненный реквизит, пиротехнический реквизит. Вот. И, собственно, одежда, которая стилизует сам номер. Все как раз-таки одежда тоже в тему. Да. Есть у нас телезритель, который дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, меня зовут Алена, я из Сыктывкара. У меня такой вопрос. Вот, насколько вот это занятие девушкам подходит? Действительно, все очень тяжелое, из металла сделано. Я видела, что и цепи крутятся, и металлические какие-то штырьки, вот, на которых намотан, ну, факел получается. Насколько вообще все это тяжело? И нужна ли отдельная подготовка физическая? А вы бы хотели заняться этим? Ну, просто у меня дочка, и хотелось бы, конечно, после гимнастики куда-то ее пристроить, чтобы было... А сколько лет дочери? Девять. Спасибо большое вам за звонок. Ну, вот, на самом деле, можно ли... Ну, судя по фотографии, которую мы увидели, да, у коллектива есть у вас дамы в коллективе. То есть женщинам заниматься этим можно. Но вот вопрос возраста. Возраст может быть абсолютно любой, потому что я бы не сказал, что слишком тяжело крутить, именно, вот, как сам реквизит, он, в принципе, не очень тяжелый. Со временем это все... Как объяснить? Со временем появляется выносливость для этого, потому что развивается плечевой пояс. То есть для здоровья еще полезно получается. Да, это очень полезно. Наверное, потому что ты постоянно двигаешься, постоянно телодвижение, у тебя развивается весь корпус тела, ноги. Ну и, собственно, сам плечевой пояс, он очень сильно хорошо развивается, потому что плечи работают постоянно в поинге. Но если учитывать, что наша телезрительница сказала, что ее дочь занималась гимнастикой, ей наверняка будет легко. Да, ей будет легко, потому что, в принципе, как бы реквизит, он весит не сильно много. Мы стараемся делать реквизит как можно легче, чтобы его было и удобнее крутить, и можно было бы крутить его долго, на протяжении долгого времени. Мы не стараемся делать такой тяжелый реквизит, который покрутил минуту и все, и умер. Еще одно сообщение на Секью от Алексея Сыктывкаром. Я видел выступление фаерщиков на Уибице этого года. Причем там выступали две группы, и это выглядело как соревнование, было очень красиво. Ушел с этого шоу с замечательным настроением. Спасибо вам за этот позитив и красоту, которую вы дарите людям. На самом деле выступали, да? На самом деле выступали мы. Эти благодарности уже поступают. Есть поклонники. На самом деле выступали мы и еще одна команда наша с Сыктывкарская, Power of Fire. Мы выступали с ними совместно и давали это... Но это первый опыт был совместного выступления? Нет. Или вы разными коллективами периодически выступаете? Периодически, да. Но именно на Уибице мы договорились со второй командой, что будем чередовать номера. То есть один номер мы, один номер они. Это не то, чтобы выглядело даже как какой-то батл, скажем так, какое-то соревнование между командами. Больше совмещение театра с техникой. Потому что, как я и говорил, наша команда больше стилизуется на технике, а вторая команда больше на театре. У нас больше элементов, отточенных элементов, а у них больше театр постановки. Но все-таки та группа занимается тем же самым, Fire Show, да, получается? Ну, тоже огненно. А бывает с коллективами, чтобы вы выступали, которые совершенно не связаны с огненным реквизитом? Да, с танцевальными. У нас есть совмещенные номера. Допустим, с танцевальной командой Fight On. Есть номер Vulcan. Там, где используется и танец, и поинг. То есть... Поинг это давайте переведем. Поинг возник... Вообще, откуда пошло это название? Пои пошло из старых древних племен, майори. Они занимались этим, оттачивая свои боевые навыки. Потом это перехватили новозеландские товарищи и, собственно, сделали из этого Fire Show. Ну, и в Россию это пришло, в принципе, не так давно. Где-то в 2003-2005 году, наверное. Некоторые, конечно, отдельные личности, которые очень давно этим занимаются, узнали об этом и раньше. Но, как таковой, заявлено об этом было не так давно в России. Чтобы об этом, в принципе, как бы уже знали все. Но все-таки Fire Show это не только показатель хорошего развитого тела, умения вращать все это. Это какая-то философия, подоплека, общение с огнем. Так? Ну, да, на самом деле. Потому что, когда ты крутишь, не то чтобы даже как-то забываешь обо всем, это просто доставляет очень сильно удовольствие. Потому что возникает такое чувство, как будто ты не то чтобы даже играешь с огнем, а приручаешь его. Ты им управляешь. Это доставляет просто неимоверное удовольствие. Давайте продемонстрируем все-таки. Вот у нас здесь разложено много всего. У каждого из них есть свое название какое-то определенное? Ну, не то чтобы название, а, скажем так, классификация. Ну, начну я, наверное, с тренировочных, с самых простых. То есть те новички с этого? Да. Это пои-носочки. Они самые безобидные. Вот. Ими очень легко начинать учиться. Они легенькие, в принципе. То есть они держатся в руках или прикрепляются к чему-то? Да, они просто могут держаться в руках или быть на петлях. Ну, проще держать в руках, наверное. Вот. Вы для новичков это самостоятельно или это какой-то реквизит, продающийся в магазинах? Нет, ну, он, в принципе, и продается. Но, в принципе, его очень легко сшить самому из такой ткани, которая называется бифлекс. Она очень хорошо тянется. Она мягкая. Ну, и, собственно, такими апоями повредить себя, ну, просто практически невозможно. Сразу же про новичков включу вопрос телезрителя. Хотелось бы узнать у гостя, как к ним попасть. И, соответственно, если занятие, то платные ли они, цену не будем озвучивать. И где можно найти про вас информацию? Заранее спасибо. Про нас информацию вы можете найти в ВКонтакте, в социальной сети. И группа называется команда Firefly. Ну, в принципе, введете в поисковике, а там сразу выйдет. То есть новичков таким образом берете? Да, берем новичков. Никогда, в никакой степени, может быть, даже со спортом не сталкивался? Берете? Да, берем новичков. Главное, чтобы было желание и было терпение этому учиться. И сколько вот такими поями? Ну, такими поями я прокрутил, наверное, месяца три. Пока не выучил первые элементы, простейшие. То есть своеобразное посвящение у вас тоже есть, наверняка. Да, да. То есть надо что-то, какие-то трюки показать. Да, да. Как раз таки с ними, да? Вот. Потом я перешел на более тяжелый реквизит. Тоже тренировочный, конечно, но это уже более серьезная вещь. Сделано из обычных теннисных мячиков. Внутри идет грузовой рыболовный шнур, анкера, цепи и вертлюги. При помощи этого реквизита можно уже делать более серьезные элементы. Они очень энергии. Можно мне подержать? Это возможно? Пожалуйста, да. Наверное. Ой, я бы сказала, что они тяжелые. Нет, они достаточно легкие. Ну, это у вас, наверное, тренированные руки. Да, это тренированные, да. То есть это вот, соответственно, все. Да. А не страшно вот самого себя ударить? Ну, со временем привыкаешь, наверное. К ударам привыкаете или к тому, что как уходить от них? Нет, уходить от них, да. Потому что со временем ты уже начинаешь понимать, куда летит пой. И знаешь, как от него отвернуться. А вот с помощью вот этих поев очень легко этому научиться. Их видно хорошо, они очень инертные. И, собственно, проблем с этим, в принципе, не возникает. Да, бывают случаи, когда ударяешь себя. Но, как таковое, ничего болезненного от этого нет. О самых интересных экспонатах, скажем, представленных на столе, мы обязательно расскажем, но после небольшой рекламы.